Привет, друзья! Помните, я в предыдущем влоге рассказывал, что мне очень хочется GoPro 13? Прошло определенное количество времени, и вот оно у меня на руках. Я думаю, буду первый русскоязычный влогер, который вам показывает, как записывает камера. Звук пишется на Media Module, поэтому не думайте, что это штатные микрофончики. Сейчас установлен режим 5,3К, 30 кадров в секунду и широкий угол. Давайте вылезу в окошко, для того, чтобы вам показать стабилизацию. Примерно вот так. Я ее только недавно получил, поэтому еще не побегал по улице, но сейчас мы выползем. И заодно я заценю, как Media Module глушит вот этот ветер, который сейчас поступает в судился. Там есть огромное количество улучшений, всякие линзочки и прочее-прочее, но вас я этим грузить не буду. Проще посмотрите ролики на официальном сайте GoPro. Ну и есть огромное количество презентаций и блогеров, которые уже, в принципе, все рассказали. Я вам со своей стороны, по сути, показываю, как она пишет. Поэтому сами смотрите. ISO максимальное выставлено 800, поэтому в темноте будет немножко так темновато. Но опять же, сейчас установлен фонарик, поэтому картинка чуть-чуть получше. Единственное, мне надо яркость подкрутить, потому что экранчики чуть-чуть темноватые. Ну и все последующие кусочки видео, опять же, будут сняты на GoPro 13, поэтому оценивайте. Да, видос крашеный, но я думаю, суть вам понятна. Ну и кому интересно получить такой же цветокор, как у меня, я писал прям пост с настройками. Приложу свой авторский лад, который будет лежать на бусте. Ссылка будет в описании. Если вдруг захотите, покупайте и красть так же, как я. Ну и давайте я буду снимать обычный блог. Мне немножко бесяво сейчас записывать, потому что у меня как будто вот в уши я говорю. Знаешь, нот заложила и чуть-чуть херовасто. Катюшка-то у меня вообще разболелась. Не надо меня, да, снимать? У меня глаза слезятся, нот заложил, я еще немножечко только из душа вышла. У меня то же самое было в субботу-воскресенье. Помнишь, когда мы в детку ездили? Тоже сидел и плакал, постоянно хотелось чихнуть. Ну, так вышло. Сначала я заболел, а уже потом Катюха следом. Ну ничего, скоро выздоровеешь. Сколько мне на это потребовалось? Четыре дня. Я думаю, к выходным ты уже будешь здоровенькая. Да, потому что во вторник мне уже работать надо ехать. Я вот такая сейчас не готова. Не, выздоровеешь, выздоровеешь, сто процентов. Все, короче, погнали снимать влог. И по картинке потом сами отпишитесь, нравится, не нравится, заметили разницу или нет. Я лишь вижу по цветокуру кожи. Пока что. Это все. А знаешь, что мне нравится? На Глупрошке 13 уже можно подключить микрофон на диджайке. И они отлично будут работать. Если вдруг в автопутешествии в повседневной жизни я этого делать не буду, иметь я модуля будет достаточно. Ну так, если давай, надо попиздеть. Вполне. Выползли на улку. Вот, собственно, смотрите на картинку. Я не думаю, что что-то поменялось по сравнению с Глупрошкой 12. Стабилизация та же. Гиперсмуз 6.0. Ну, может быть, небольшие улучшения. Ну, по крайней мере, сейчас через вот этот маленький экран я этого не вижу. Очень бы хотелось, конечно, чтобы на улице солнечно было. Чтобы посмотреть, как работает мой цветокор. Если вдруг что-то поменялось. Ну, ничего. В каком-то следующем влоге обязательно посмотрю. Не могу, Катюх. Я разговариваю и в ушах слышу свой голос. При этом не могу высморкаться. Хрень какая-то. Понимаю. Вообще, это можно удобно. Нет, в целом прикольно и удобно с медиамодулем. Все так органично выглядит, да? Угу. До этого у меня вообще такой колхозища был. Сегодня кататься. Снова поедем на маленькой машине. Я еще не привык, как ее открывать. Медя, ты не можешь! Заберешь рюкзачок? Пистики мои, вытащи, пожалуйста. Телефон мне особо не нужен. Ага, спасибо. А кошель? Ну, буковку, хватит. Берем, что-то сюда. Давайте. А я вам вкусняшки принес. Твой напиток, малины ежевейка. Ой, стой. Ну, давай я возьму вот так, поскольку не могу поставить. Пиццули взял. И тебе еще тут вкусняшки. Я в разную верю. Я туда не хочу. Ну, мало ли, вдруг захочешь. Это песто. Ага. Ты же любишь песто. А ты что, меня снимаешь, а не кусочки? Он попал. Ну, ладно, извините. Хотел как лучше. Ну, спасибо, спасибо. А вот так камера пишет ночью. Мы находимся в районе метро Белорусская. Стабилизация включена. Ну, и вот, собственно, вот так вот все выглядит. И покажу себя. Меня практически не видно. Короче, самое отвратительное, это не зевать, а чихать за рулем. Потому что приходится вниз голову пускать и закрывать глаза. Ты же не можешь открытыми глазами. Невозможно. Невозможно. И это очень опасно. Особенно, если на каких-нибудь, не знаю, круговых или на перекрестках. Квадратных. Все. Или на треугольных, юб ты. Ну, короче, на каких-то сложных перекрестках, блин, когда чихаешь. Насколько сложно? На 10 из 10. А еще бывают залповые чаи, когда ты пч, пч, пч. А, это вообще писяло. Не, не, это вообще пизданик. И за рулем это вообще ужасно. Хоть руль передавай этому соседу, да, кто на пассажирском. Типа, на, держи руль, а сам пч, пч, пч. Скажи мне что-нибудь. Я ждала тебя, как ждала. Ты был мечтою моей, отчаянной. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ну и что же тут криминально? Ой, я тут вспомнил. Мы же домой приехали. Какую пушку бумов мне Катюня вчера привезли. Вот такой сачок яблочный, грушовый, с мякотью. Офигенный, попробуйте. Такой кислючий, такой вкусный, очень похож на детское питание. Я прям рекомендую. Катюнь, с тобой поделиться сачком? Его почти не осталось. Но вдруг тебе хочется глоточек. Вот этот наш. Жопка горит. Я тебя не снимаю, если что, как ты просила. Субтитры сделал DimaTorzok. Мы в бэклоге сольем, да, друг с другом. Ну, что по идее типа и нужно сделать. Ура! Наконец-то пятница. Мы с Катюней приехали в онлайн трейд. Мне надо забрать флешечку, потому что все раздал. Она снимает сейчас и видосы, и фоточки. И у меня ни хрена не осталось. Она там сидит в машине, болтает. У Кости скоро день рождения. Это племянник. Надо было выбрать планшет. И нашли мы хорошую модельку. Сейчас она согласовывает стоимость. Будем скидываться в две семьи. Вот. И радовать малыша. Надеюсь, они быстро определятся. Модельку я подобрал Honor X9. Недорогой, классный планшет. На Снэпе в 685-м. Казалось, что они так далеко не думали. Но, в принципе, согласна. Она с Сашей еще не разговаривает. Поговорит. Я ссылку ей скину. Ну, в принципе, да. День рождения еще через полтора месяца. Время есть ли что заказывать. Просто пока скидки можно взять. Потом он будет тридцатку почти. Она просто еще спрашивает. Костик же совсем маленький еще. Говорит, поймет ли он такого подарка. Представь, малышу день рождения. Ему дарят планшетник. Четыре года ему исполняется. Да. Нормально. Поймет он? Да. Обычно ему дарят какие-то конструкты. Не, не. Просто подожди. Он же играет в папин-телефон и в маме. Да. Ну, разобрался. А там в чем разница? Просто бывшая устройство. Не, он разберется. Просто может быть для него это как должное. Типа, что телевизоры, телефоны. Что это не подарок. А подарок это наклейки, машинки, конструкторы. Все такое. Игрушки. Ну, вот планшет и наклейки. Он его как раз весь заклеит. Ну, я надеюсь, кроме того. Да, в тачке нет никаких напитков. Буду бы что-то не то. Не то, да. Согласна? Как-то катается с трудом. Не, я прям на полном серьезе без шуток говорю. Сейчас заедем в Додо. Мне очень понравился напиток, который я заказал вчера Катюшке. Это молочный коктейль ежевика, малина. И тебе возьму ирландский кофе. Угу. Чего такое? Помнишь, я брала пасту карбонеру? Да. Это, конечно, все вкусненько, но появилась новинка. Паста с креветками. Могу взять? Я беру. Я хочу пасту с креветками. Ты, главное, посмотри, сколько нам до Додожки ехать. И заблаговременно скажи. Мы подъедем и адрес Пятницкое шоссе, дом 21, если не ошибаюсь. Напитки на базе. К сожалению, не было малины и ежевики. Но взял себе пинаколаду. У тебя тут пласт с креветками. Ай, царапаешь. А напиток-то какой себе в итоге взяла? Напомню. Как вкусовое латте. А, окей. Отлично. Я надеюсь, у тебя пройдет сейчас горлышко. Да, разболелась-то вообще. Покажи пасту-то, я ее не видел даже. Вот тут надо прорезать немножко ногтем. О! Кинжалы! Ай, вкусно! Дашь ложечку попробовать? Вилочку, если так. Ну, вилочку. Ну, ты первая. Да нет, давай ты. Хорошо. Тебе прям с креветкой, что ли? Не прям с креветкой. Ну, это как называется? А, это вот так вот называется. Обкрадывать средь... Белодня, да? Ну, уже не бело. Ну, ладно. С сыром. И с сыром, обязательно. Намотаем сыр. Макароны. Ну, как-то он дает. Помидорка. Угу. Ну, и на тебе креветку. Так уж и будет от сердца отрываем. Вкусно. Нравится? Угу. Ну, и кайф. Главное, чтобы тебе вкусно было. Да, да, это так. Кушай. Все, что на последнее время беру? А мы приехали в Медведково покатать маму. Павла с Тёмиком. Здорово. 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 Узнаешь машинку-то свою? Нет, конечно. Привет. Да я хоть у меня. Тёма первый угадал. Чё угадал? Ну, вот они и говорят. А, ну да. Привыкай. Открой сразу. Здорово, бандит. В багажнике? Да. Ну-ка. А, вот. У тебя, а там лейки еще всякие разные. Ну, лейки пусть и стиль. Тёма, ты сюда залезаешь. Сегодня катаешься в багажнике. А у вас чё, корпоративный стиль, что ли, с Тёмой? Да. Ну, давайте, Тёма. Ты туда. Ну, чё, это самое. Давай. А, нет, стойте. Всё, давай. Давай, всё, Тёма. Он пошутил. Ну, чё? Снимает всё, да? Ну, такой яркий сердце. Всё, хорош. Хорош. Ну, чё, покатаемся чуть-чуть? Прокатнёмся, а чё тогда землю я достала? Не знаю. И нас хотите взять? Да. А, чё я? Мы просто не знали, что ты с Тёмиком. Вот. Ну, мы не против, конечно же. Не хотите назад, в сиденье прилажите. Давайте, Мон. Да нет, астанкайте. Ну, назад. А хотя спереди, да? Да. Давай, запрыгивай. Тёмика, сегодня рентген делали. Всё нормально? Ну, предметы, кашляет же. Кашляет же до сих пор. До сих пор кашляет? Конечно. Всё, узнаем, что же у неё там происходит в лёгких. Ну и чё, врачи говорят? Лёгкие вроде нормально, но плохо, аликотетов там много. Короче, антибиотики. Ой, антибиотики, это херово. Ну, мы сегодня... Закрой, закрой. Закрой, закрой. С цеплями, со слезами. Какими слезами? Ну ладно. Тём, а чё, плакал? Конечно. Тём, ты же пацан взрослый. А вообще просто. А из-за чего плакал? Из-за того, что не хотел пить. Я ему капсулу эту, пробиотик, чтобы антибиотик выпить, на это пробиотики. Да, конечно. Капсулу не смог рассосать. Короче, в порошке. Я её на бумажечку в виде порошка дала, выпил. А потом этот антибиотик надо развести в воде. Ну, немножко воды и таблетка размешала, она как бы там с осадком. Он весь вечер эту воду пил. Стакан доливал, чуть-чуть доливал, и получился целый стакан. Он через трубочку, видите, лентиген. Хрен. Тём, ты чё? И вот он, со слезами. Смотрю, всё. Всё, сопли зашмыгал. Типа, я это не могу. Ну, так-то и не лечись. Вообще стыдок просто, стыдок. Всё, вся аудитория будет теперь писать тебе в комментарии. Тёма, лечись. Пей таблетки. А я причём этот антибиотик, он в виде фруктовый у него запах, он не противный. И вот начинает. Целый вечер я снимала. Мучилась, получается. Мучилась, да. Понятно. Короче, и по-хорошему, и по-плохому. И по-всякому. Только что, да, не треснуло. Ну чё, сейчас по кипирчику, стиков немножко себе возьму, и всё. Давай ничего здесь не набирать. Ну да, маленькие. Потом закажем на вкус вилле. Согласна? Да. Если хочешь, можем взять селёжку. Потому что такой нет во вкус вилле. Очень мягкий, но состав стопроцентный полиэстера. Оно нам надо, да? Нет, оно нам не надо. Селёжку будешь? Селёжка, бинососы. Сразу две банки возьму. Ну чё, нам два скидки. Да, сто рублей. Проверь дату, на всякий случай. Нормально, до 25-го года. О, ты кефирчик, сейчас тебе к ней возьму. Селёжка кефирчик, нормальный. Селёжка кефирчик, нормальный. Да достань мне и проверь. Я так и не знаю. Короче, я пойду на кассу. Потому что стики долго будут пробивать. Окей? Ну да, где я йогуртик хотела себе? Ну возьмёшь. Тебе желательно на фонарик включить. Так, сейчас будет тень. Так, и чё вы включили? Помогаю тебе влог записывать. Я несу пакет. Вот такие увлекательные у нас истории. Слушай, а телефон там не вижу? Да, должен быть внутри. Нам дали вот такие вот штучки. Очень интересная информация. А, вот он, он лежит и ждёт меня. Где он? Не вижу нифига. Держи. Так. Я хочу открыть. Чё тут за магниты шипы? Приколдосная. Я ещё не видела. А чё там так мало дали? Всего два за 47 тысячи рублей. Это типа магнит. Ты уверена, что это магнит? Написано магнит. Ну вот, они очень слабые. Да? Очень. Вообще. Просто. Там сколько? 0,3 миллиграмма? Я не знаю. Охерня какая-то. Ну да. Ну играешь. Может быть специально ты это играешь. Если не знаю. Что я походу устала. Да, есть такое. Мы накатались. Идём домой. Самое главное, мы с тобой не забыли пакет с продуктами. У нас один раз была прикольная история. Когда мы набрали огромное количество продуктов и практически всё выбросили. Там и колбаса была, и кефир, и йогурты. И оставили просто, ну забыли домой взять. А было жарко. И мы уже потом побоялись это всё нести домой и есть. Выбросили. А потратили дохерищу. Больше трёх тысяч рублей. Нет, мы там больше половины забрали то, что сухое. Типа там сушки, хлебушек. Ну это всё дешёвое было по сравнению с колбасой, йогуртами, молочкой разной. Чё, каждый йогурт, блин, по 100 рублей считай. Чипсики, лимонадики всё забрали. А вот то, что портится быстро, пришлось в мультимеджалку. Поэтому сейчас очень внимательно стараемся по салону шариться, чтобы ничего не забыть. Ну и самое, конечно, главное, это телефон. Когда он бежупер мира машина стоит, за ним идти так не хочется. Вообще неохота, когда ты уже разделся, знаешь, такой принял удобную позу, там на диване сидишь. Я думаю, тут всё понятно. Всё, в общем, я вам показал тест GoPro 13 в разных условиях. Ещё раз напомню, что звук пишется при помощи медиамодуля. Это не штатные микрофончики. Если нужен какой-то тестовый видосик, просто напишите в комменты, я скину source видео. Всё, до встречи в следующем влоге.